Дорожные службы закончили укладку асфальта в Фокино. Совсем скоро на трассе появится новая разметка. Однако это не все изменения. На ближайший год запланирован целый ряд дорожных работ на территории городского округа. О том, какие изменения ждут автолюбителей, смотрите наш первый сюжет, который выходит в рамках проекта «Береги себя». Закончены работы на отрезке трассы «Артем Находка» с 90 по 92 километр. Уже оборудованы съезды на примыкающие дороги и щебнем отсыпаны обочины. Осталось лишь нанести новую разметку. Приятно отметить, что это не все изменения в дорожной инфраструктуре городского округа. Кардинальные перемены мы сможем увидеть уже в будущем году. Например, запланированы мероприятия по освещению пешеходной дорожки по объездной дороге от улицы Строительной к 256-й школе. Освещение было и протянуто. Поставить в эти два столба и столбы у них есть. В планах также расширить съезд с трассы «Владивосток Находка» к городскому рынку. На совещании по обеспечению безопасности дорожного движения уже неоднократно поднимался этот вопрос. Прилегающая территория, за счет которой планируют сделать расширение, большая парковка сразу за старым мостом. Однако проблема в том, что обслуживанием трассы занимается компания «Примавтодор», которая пока не дает положительного ответа на ходатайство администрации. Там предлагалось сделать полосу разгона, вторую, вернее нет, не полоса разгона, как вторая полоса, для того, чтобы транспорт шел прямо, тот, который со стороны Владивостока, выезжающий на перекресток, имели возможность еще вклиниться туда. По данным статистики, участились случаи ДТП с 4 по 6 километров на дороге Фокина-Дунай. В районе так называемого Крыма за последний год произошло три дорожно-транспортных происшествия. При этом пострадали три человека. К следующему году на опасном участке установят леера – дополнительные боковые односторонние ограждения. Там вот, где раньше было ВАИ, дальше и пошли вот эти два поворота крутые, вот они у нас по дислокации даже там должны быть. Просто машина вылетает, что ли, за борт стоять? Ну, конечно, носится. Такие же заграждения поставят чуть дальше, на 10-м километре автодороги, перед поворотом на «Разбойник». Коснутся изменения и проезжей части на территории Фокина. В настоящий момент проезд по дороге между 251 и 259 школой ограничен запрещающими знаками. Совсем скоро на данном участке изменится схема дорожного движения. Знак «Проезд запрещен» со стороны магазина «Антарис». Перенесут вверх по дороге и установят сразу после поворота направо за строящимся торговым центром по улице Постникова-2. Близится новый учебный год, поэтому уже сейчас нужно решать вопрос о безопасности движения между двумя учебными заведениями. На последнем заседании комиссии по безопасности дорожного движения инспекторами госавтоинспекции было предложено установить дополнительный пешеходный переход на этом участке дороги. Решение по этому вопросу пока не принято.